Я умолкаю и даю голос Ольге Евдокимовой, которая расскажет о своем знании, которое, на самом деле, мне кажется, уникальное в России. Я не знаю просто другой организации, которая лучше бы знала все, что касается оценки эффективности некоммерческих организаций и социального эффекта, и нам очень почетно проводить это мероприятие вместе. Пожалуйста. Добрый день. Всем здрасте. Большое спасибо, что вы пришли. После такого родового дня, наверное, у кого-то он был легким и радостным, у кого-то совсем нападут, но вечер, я надеюсь, обещает быть у всех одинаково таким вот захватывающим, непростым, потому что тема, на которую мы замахнулись, благодаря цеплите цельной технологии, вот Лаверде Алексею, на самом деле объективно очень-очень сложная. Вот, с одной стороны. С другой стороны, она такая сейчас популярная, модная, набирающая, я бы сказала, обороты и супер востребована везде и в глобальном контексте, национальном, потому что мы, естественно, повсеместно видим вот этот вот увеличивающийся разрыв между доступными финансовыми ресурсами для решения социальных проблем и возрастающей их сложностью. И эта тенденция, надо сказать, конечно, характерна не только для зарубежных, дальнего и ближнего, но также и для России. Вот, я хочу сказать, что 14 января в этом году проходил форум, очень российский форум, он тогда присутствовал. Там наступали представители наших министерств и ведомств, по большей части, конечно, контролирующие и все целовые, но однако же, Татьяна Голикова сказала примерно такую фразу, на мой взгляд, это такая сакраментальная фраза, мы должны о ней все время помнить. Она сказала, я рассматриваю гражданское общество, я же помню, что она оценивает, через призму бюджетных средств, которые мы отправляем на вашу поддержку. И я вот надеюсь, здесь присутствуют организации, которые работают с детьми, есть такие организации, скажите, хорошо, но наверняка вы либо активно участвовали, вы же точно слышали об инициативе, об оценке просто. Если вдруг кто-то по какому-то случайности не знает или не слышал, то все координаты есть, я просто действительно приглашаю вас активно участвовать, потому что именно то место, где с фокусом на целевую аудиторию обсуждаются, а не просто обсуждаются, а именно в работе даже какие-то обучающие мероприятия по теме оценки в сфере детства. Сегодня, еще раз говорю, мы будем говорить именно об экономической оценке, о ее видах, особенностях, условиях, в которых она возможна и полезна, и наоборот. Я хочу сказать, что мы в пакостном выступлении, фактически, мы будем включаться в последнем, потому что последних факторов намного-намного больше, чем первых. Но так уж случилось. Ну и, наверное, нам удастся рассмотреть очень кратко примеры, и алгоритм, пройти в этот алгоритм, связанный с проведением экономической оценки, но и в работах группах, я думаю, как раз будет связано с основным, вот с пунктом 3. Итак, что такое экономическая оценка? Это применение методов экономического и, подчеркиваю, инфекционного анализа для принятия решений о наиболее эффективном способе финансирования социальных проблем. Это очень важно. То есть, в таком уровне, в принципе, в этом определении все выключено. Если у вас есть цель принять решение о наиболее эффективном способе финансирования социальных проблем, тогда экономическая оценка для вас. Если у вас такого мотива или около такого мотива нет, когда по большому счету не надо этим даже заморачиваться из более, что называется, эффективного способа потратить свое на чужое время и деньги. Очень много ограничений. Помимо того, что экономическая оценка далеко-далеко не всегда возможна в принципе. И уж точно совершенно она не может быть единственным фактором, тем более решающим при определении финансировать или не финансировать ту или иную программу. С этим как бы еще на кто-то можно было справиться. Но незрелость методологии общая, причем это не только в нашей стране, в нашем мире, она, к сожалению, является серьезным сдерживающим фактором массового применения экономического анализа для социальной проблематики. И поэтому каких-то таких вот серьезных количественных исследований о том, как эту экономическую оценку повсеместно не применяют, например, на коммерческих секторах, просто нет. Есть ли какие-то отдельные, более-менее успешные и не очень кейсы? В зарубежной, в России практически в денице, а то, как талинная организация проводит экономическую оценку. Часть из них будет вам сегодня представлена. Но это будет, конечно, по амерке, если, значит, бывает представление. Потому что, понятное дело, чтобы глубоко погрузиться в этот кейс, ну, несколько дней, вот реально поработать и так далее. Поэтому, если у кого-то есть желание в эту тему, что называется, погрузиться в 7,4 долага, ну, то это, конечно же, отдельный формат. Что еще можно сказать про экономический анализ? В принципе, существует всего два, и это хорошо, да, и 10, всего два таких базовых способа проведения этого экономического анализа. Все остальное – это уже вариации. Итак, любимый многими, или, по крайней мере, на свой круг, потому что сильно там маркетинг происходит, метод строя – это и есть, правда, разновидность метода бедит и пост-анализ. Это важно знать и понимать. Значит, два способа. Первый, они включаются принципиально одним, что либо ты монетизируешь социальные результаты, помните, социальные результаты непосредственно, они социальные результаты и эффекты, либо не монетизируешь. Вот как бы ты сначала выбираешь, делаешь или нет. Два способа. Один называется, по-лизски буду его озвучить. Почему? Потому что, естественно, переводы какого-то мягкого, красивого, я не встречала. Мы так дурацки переводим, надо сказать, затраты результативности, мне совершенно не нравится. Вот есть метод кост-эффектимис анализа, так скажем, да, и кост-бенефит. Лучше так вот. Один мы называем анализ затраты результативности, другим мы называем анализ затраты выгоды. Если у тебя есть две программы с одинаковым социальным результатом, и ты хочешь понять, какая из программ эффективна с точки зрения экономики, тогда ты применяешь метод кост-эффектимис анализ. Если у тебя нет там двух одинаковых программ, а ты хочешь либо глубоко разобраться в какой-то одной программе, либо такой тоже вероятный, скажем так, социальные инвесторы, которые сейчас во многом как бы грибы, по крайней мере, на Западе у нас не очень, они, в общем-то, им по большому счету все равно, какую тему поддерживать. Часто бывает. Потому что там возврат происходит по уровню и социального результата, и финансовых средств, поэтому им тема не важна, им важно ощутить возврат. Поэтому, в принципе, можно даже выбрать программы из разных областей, тогда посмотреть, что получается в итоге, какая программа эффективна. Здесь, например, поясню, если вдруг не видно, сейчас голосом скажу. Вот как, в принципе, происходит анализ затрат и результативности. Есть две программы по трудоустройству. Понятно, я сейчас немножко на шаг вернусь, скажем, что какие-то все темы, а не более, в смысле, склонны, чтобы проводить по ним экономический анализ, какие-то намного меньше. Естественно, все, что связано с трудоустройством, это такая очень перспективная тема, чтобы ее обсчитывать с экономической и финансовой точкой сторон. Ну, вот есть две программы, А и Б. Одна стоит, условно говоря, донора, например, 200 тысяч фунтов, а другая стоит 150 тысяч фунтов. Тут не написано, но предположено, что и та, и другая программа на выходе дает добор, не знаю, по 100 выпускников, то есть одинаковый непосредственный результат и там, что и там. Если мы не применяем этот кост-эффективный анализ, тогда мы как думаем, что эта программа 250 тысяч стоит 100, да, на выходе, не поставить результат, это стоит 200, то же самое. Естественно, как будто кажется нам, что программа А, вернее, Б, она более эффективна, но это не так, когда мы начнем применять метод кост-эффективного анализа. Мы и выясняем в какое-то время, что из программы А трудоустраивается, ну, не знаю, 40 человек, а из программы Б только 20. И тогда мы подсчитываем, сколько стоит на самом деле и один трудоустроенный в одной программе и в другой. И в результате получается, что картина полностью на банку переворачивается. На самом деле, сравнивая то, что программа А как бы кажется дороже, но она, с точки зрения экономического анализа, менее эффективна. Это вот анализ затраты результативности. Про анализ затраты выгоды. Да, я обращаю ваше внимание, что там нам не надо ничего монетизировать. Стали результат, у нас это трудоустроенный индивид. Ему не нужно было переводить в какие-то еще деньги. Ну, если у нас такой гидзотач сравнить две программы, и нам хочется просто разобраться по программе А, тогда у нас есть одна программа, все те же самые исходные данные. Вот, например, она стоит 200 тысяч, и с помощью этих средств дается 30 рабочих мест. Тогда, следующий шаг, что мы делаем? Мы определяем вот ту самую социальную ценность для общества вот этих вот 30 рабочих мест, или одного рабочего места, не важно. И разница между benefit-cost-analyze и social determinism просто состоит в подходах, как ты эту ценность определяешь. Я говорю просто, на самом деле, это очень-очень сложно. Но в нашем случае мы будем считать что-то просто. Предположим, что посчитали мы, и получилось, что ценность одного рабочего места 10 тысяч. Умножаем на количество созданных рабочих мест 30, и, соответственно, делим вот на затраты. Получаем, что у нас коэффициент 1,50. Вот тут мы выходим на нашу любимую цифру, что якобы программа А создает целость в размере 1,50 на каждый потраченный фунт. Ну, в целом, если как бы все нюансы, что называется, выглянуть в этом, есть такой вот суть метода benefit-cost-analyze. Ещё раз я хочу сказать, безусловно, у того и другого метода масса-масса ограничений. Это так, куда никому нет, это на самом деле одни ограничения. Но что нам нужно ещё раз помнить? Всё-таки, что мы говорим про социальную ценность и про социальное воздействие. Что не то же самое, что даже социальный результат и социальный эффект. Это тоже важно помнить. Вот здесь вот выписаны так называемые сейчас 6 факторов, которые нужно вычитать из социального результата или социального эффекта, чтобы действительно выделить своё воздействие. Я даже не буду сейчас зачеркнуть, тем более, что у меня уже времени нет. Хотя бы вот на первом сосредоточимся, что произошло бы в любом случае. Надо всегда из получаемого социального результата это вычесть. Обычно нам предлагают воспользоваться методом, так называемым, РХИ, организированным в каком-то расследовании. Но это очень дорого-долго и, по-моему, утром. Но, в принципе, я хочу сказать, что это просто нужно держать в голове, если уж сильно захочется этим заниматься. И ещё второй момент. Я вот тут хотела представить вам руководство Европейской Ассоциации Венчиков и Тонотропии, которое мы представили в прошлом году. Он, опять-таки, есть на сайте, если захочется использовать гидры, то это ради Бога. И это руководство представляет из себя пять таких незатейных шагов. Я просто хочу разобрать внимание на шаг 2, потому что он очень важен для нашей Умы – это анализ стейк-фолдеров. Именно по тому, какой набор стейк-фолдеров мы для себя определим, будет зависеть, как мы считаем ценность. Потому что ценность мы считаем не только для прямых благополучателей, но и для более широкого окружения. Но вот кого включать, а кого не включать – это уже зависит от некоммерческой организации, не знаю, от приёма какого-то уровня его воспринимаемой подотчётности. И дальше мы видим измерение результатов. И только потом, уже когда мы посмотрели результаты, мы начинаем проверку ценности, создаваемой ценности для своих новых. Потому что мы понимаем, что ценность – а это то же самое, что результат. Это всегда разница между твоим там выигрышем и бенефитом и затратами, которые кто-то или ты понес, чтобы это к тебе не получить. Вот что в ваш момент, я понимаю, что у меня было время, но, поскольку вам работает группа, вас понимать очень хорошо, что существует два, по большому счёту, таких вот способа проверки создаваемой ценности. Это либо качественным методом, либо количеством. С качественным методом мы все хорошо знакомы, и как бы на коммерческом секторе они, в общем-то, достаточно широко и успешно применяются. По поводу количественных методов. Есть несколько техник выявления этой ценности. И эти техники тоже надо, скажем, разделить на две категории. Это называется soft outcomes. Либо ты как бы спрашиваешь у твоего плакополучателя, либо у группы плакополучателей, как он воспринимает эту ценность. Просто методами, ставив себе определенными методами. Либо ты смотришь на более такие жесткие, или hard outcomes, на какие-то доступные тебе уже финансовые ресурсы, или финансовую статистику, связанные с экономией или перевоспределением. Я понимаю, что, может быть, звучит это сейчас немножко непонятно. Вот, например, первый способ как декларировать предпочтение. И вам нужно выяснить, насколько то, что вы создали, ценно, ну, не знаю, для благополучателя. Это, кстати говоря, что означает, что вы, например, идете в семье осужденного, так положено, и спрашиваете, сколько бы вы заплатили, чтобы ваш в этом процесс вам остался в их семье и пошел в обратную семью. Это когда ты нефантазируйте, это реальный элемент, который приводится в продукт. Просто спрашиваете, сколько бы вы заплатили. Как альтернатива, как по-другому можно то же самое оценить эту ценность. Вы смотрите, например, на реальные какие-то финансовые данные. Сколько бы он получил этот осужденный, который приводится, если бы он не пошел в тему. Какую бы динамическую целость он бы в своем комьюнити, что называется, произвел, если бы не пошел в свою службу. Ну, дальше у меня, конечно, вот этот прекрасный кейс Робин Дуда, но я думаю, что у вас будет все не менее прекрасный, более подворный кейс, который Олег Алексей вам представит. Я возвращаюсь к ограничению и скажу, что очень много ограничений, когда они все выкрасаны. Нам сейчас, конечно, в нашем точке зрения важно не ограничение, а мы с ним справляемся. Какая проблематика? Проблематика получается в том, что у нас отсутствуют общие показатели и качественные данные о социальных результатах. Это как бы жалко, но я тут хочу пользуясь случай, прошу прощения, мне же, так сказать, рекламу такую, да, буквально затеяли, сказать, что, говорю, что калантрики мы созданем. Но если нет такого запроса, значит, не надо получить экономическую оценку. И если, например, вы хотите действительно выяснить, как достигаете социально-экономической ценности. Это очень важно, потому что в данном случае это экономический анализ. И тут процесс намного важнейший результат. Вы можете в конце получить 1, 2, 3 и так далее. Вообще ни о чем поверите мне, потому что любой метод, он стоит, что это, любой, вернее, результат стоит того, насколько он, как бы, хороший метод. Поэтому процесс, который вы пройдете, он немного более важен для вас. У вас появится и теория изменений, и система измерения там показателей социальных результатов, система отчетности. Это, конечно, намного более для вас ценно, чем какой-то результат, который, конечно же, будет иметь огромный при этом фанрайзовый и коммуникационный эффект, и вы, наверное, это сами прекрасно понимаете. Пропускаю некоторые слайды, потому что больше уже времени. Итак, в принципе, в чем алгоритм, еще раз, да? Есть какая-то общественная цель программы, что важно сформулировать все именно, называется, так широко, да? Для общества значимое. Вы выбираете определенным образом ваших благополучателей и прямых, и косвенных, и впоследствиях. Дальше вы смотрите, какие социальные результаты могут быть приписаны к тому или иному благополучателю. Естественно, во времени. То есть у вас программа для 5 лет, соответственно, там 1-й год, 2-й, 3-й, 4-й год. Вы, что называется, определили. Дальше, что вы делаете? С каким-то любым выбранным методом вы начинаете определять, монетизировать эти социальные результаты и, соответственно, переводить их в денежную форму. Параллельно то же самое вы делаете с затратами программы. Вы распределяете затраты программы по годам, если это регламентно, либо если вы изначально, что называется, сразу инвестируете в эту сумму, значит, это вам делать не надо. Ну, если вы по годам засутилили, то же самое. Что мы дальше делаем? Применяем инвестиционный анализ, NPV или там все остальное. Вы начинаете приводить будущие потоки к сегодняшнему дню. То есть дисконтировать их. Ставка дисконтирования, ну, будем считать, что она будет равна, может быть, по 4%. Это тоже такая вот серая область. Кто-то толком не знает, какая осталась дисконтирования. Вот надо, какую остаться дисконтирования нужно застрелять. По большому счету, все. Дальше вы делите одно на другое, совершенно не важно в этом порядке. И получите какую-то цифру. Ну, собственно говоря, я понимаю, что мы получили эти цифры, и будет заключаться наш сегодняшний успех. А, конечно, я хочу сказать, что, вы знаете, мы будем снижать какое-то такое, что сложно или что-но. Это очень-очень долго и будет справа. Мы, например, уже 5 лет с нашими стратегическими партнерами занимаемся развитием культуры и оценки. А экономическим анализом вот там 2-3 года. И все равно я считаю, что мы просто еще там в начале пути. Вот, например, как и Ванюшин Филат, мы сами для себя экономическим анализом не занимаемся. Постоянно меняющиеся у нас бизнес-модели, и там остальные же бывают с этих регулярностей. Но Петский фонд «Виктория», он, в принципе, это дело. Это вот кейс у вас такой, правда, есть. Вы решили решать сегодня. Я хочу, знаете, только в заключении такую историю вам рассказать, когда мы в 13-м году представляли на утверждение управляющих сайтов «Виктория» наш кейс по оценке социально-экономической эффективности. Но это была такая инновация. Она сейчас инновация. Это вообще невидимая. Вот там у Шаболкина журналисты, которая была представитель нашей управляющей сайта, посмотрела. Женщина такая с большим бизнес-стажем. Посмотрела на все это. Так, посмотрела, посмотрела. Сказала, ну это, конечно, все хорошо. Вы, пожалуйста, не сильно увлекайтесь этим. Я вас тоже хочу к этому призвать. Не сильно этим увлекаться. На самом деле есть более правильный, так сказать, пути распределения вашего времени. Все. Меня спасибо. Спасибо.